всем привет самихи фейк сегодня мы с вами будем делать игру райдер то всего лишь то за 22 минуты результат сейчас виден на экране это я думаю так понятно так что давайте уже приступим и не будем особо здесь оболтать так что погнали кстати абсолютно все комментарии попадают в следующий видос ну конечно он должен быть не хейтерским это и так понятно а так в принципе вот и все и он в следующем видео в общем то запускаем unity ждем пока она запустится и создаем новый проект он у нас будет 2d так что выбираем 2d и название допустим будет рейсер и создаем проект вот у нас запустилась unity и первое что мы сделаем это изменим название нашей камере то есть сделаем русификацию так сказать чтобы все у нас было по-русски написано дальше нажимаем файл build settings и здесь мы меняем платформу на android нажимаем на android и нажимаем switch platform тем самым мы меняем нашу платформу теперь мы перекинем а наш картинки в unity делаем это вот таким вот способом создаем отдельную папку для них и перетаскиваем их туда и и что дальше дальше мы от перетащим наш мотоцикл на сцену делается это вот так вот и дальше создаем новый объект 3d object qat то есть такой 2d куб это у нас будет платформа далее мы удаляем mesh collider и добавляем заместо него box collider 2d для оптимизации хоть и маленькой но оптимизации дальше создаем папку материалы и в нем создаем материал для нашего для нашей платформы он у нас будет розовый так что так его назовем далее выбираем шейдер то есть тип материала on lead color то есть только один цвет здесь мы выбираем розовый соответственно и перетаскиваем материал на наш платформу меняем также и размер и получается что то вот такое вот дальше мы добавляем сфер коллайдер на наш мотоцикл подгоняем его и копируем этот компонент вот таким вот способом дальше мы добавляем бокс коллайдер 2d тоже подгоняем его и добавляем а физику для нашего мотоцикла вот таким вот способом что собственно говоря дальше дальше мы перетащим какое-нибудь препятствие из картинок и добавим на нее компонент полигон коллайдер который автоматически ну сделать такой коллайдер который будет хорошо очень облегать эту картинку сделаем то же самое и для другой картинки и с помощью клавишку от руды мы все это с дублируем ну а теперь скрипты да я понимаю что их не все любят и сейчас главное не бойтесь страшно страшно очень страшно и если даже вы сейчас все не поймете это будет абсолютно нормально потому что все сразу не поймешь мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое ну в общем давайте создадим отдельную папку для скриптов и там создадим наш скрипт запускаем его запускаем его здесь мы видим две основные функции это старт и апдейт старт вызывается при начале жизни объекта а апдейт каждый кадр пока что уберем функцию старт и к апдейт добавим приставку приставку фикшер чтобы он вызывался равномерно а не каждый кадр тут мы делаем проверку на нажатие левой кнопкой мыши или как бы то же самое это касается и экрана телефона и здесь мы будем добавлять как бы силу нашему объекту то есть форс вперед то есть будем толкать его вперед для этого нам нужно получить а компонент а режет баде 2d то есть физику получить наше нашего мотоцикла для этого мы делаем все что сейчас мы тут делаем и здесь мы обращаемся к нашей физике и просим добавить ей форса теперь а мы напишем публическую переменную float а сила то есть она у нас появится а в инспекторе то есть в юнити а потому что на публической и там мы сможем изменять вот так вот и что дальше дальше мы пишем что вправо то есть по иксу мы будем добавлять ту силу которым указали а вверх то есть по игроку мы не будем добавлять то есть 0 что дальше дальше мы проверяем и у нас выходит что то вот такое вот и куда то он улетает у нас это как-то не очень кайфово и что нам для этого нужно сделать для начала давайте сделаем так чтобы наша камера следила за нашим мотоциклом добавляем паблик трансформ камеры то есть паблик значит что мы увидим ее в юнити и сможем перетащить на наш скрипт далее обращаемся к позиции нашей камеры и приравним ее к новой позиции это будет позиция то есть вправо влево то есть по иксу он будет равняться по мотоциклу по иксу то есть вверх вниз тоже по мотоциклу но по z то есть по этой синей оси он будет точнее камера будет оставаться прежней в общем то что дальше дальше мы будем пулять луч из нашего мотоцикла только для начала мы объявим переменную бул которая то есть true или false то есть ложь либо истина она будет называться из флэ и будет отвечать за полет то есть сейчас мы как бы мы летим или не летим в общем то вот так вот мы а пуляем луч и здесь мы пишем transform position то есть откуда сначала пишем потом в какое направление то есть вниз то есть как бы вверх но под минусом и что дальше дальше мы пишем на какую дистанцию это будет допустим единичка у нас ну а дальше мы пишем маску то есть на какие объекты луч будет реагировать а на какие нет для этого нам нужны слои нам нужно создать какой-нибудь допустим слой он будет называться player мы его повесим как бы на игрока то есть на мотоцикл наш вот таким вот образом мы это все делаем и здесь мы делаем битовый сдвиг вот такую вот штуку да короче сложно я понимаю но тем самым у нас не будет рассчитываться коллайдер игрока и теперь получается если наш луч попал в препятствие то наш переменная is fly становится потому что мы попали в препятствие значит мы сейчас не летим а если иначе то есть если мы не попали в препятствие то мы получается сейчас летим и теперь в основном блоке мы пишем что если мы сейчас не летим то есть с восклицательным знаком то есть значит наоборот то мы добавляем силу вперед то есть добавляем force вперед а если мы сейчас получается летим то есть LZ то мы добавляем вращение нашему мотоциклу тоже создадим ему публическую переменную float вращение и напишем ее там и что получается что при нажатии на экран если мы сейчас не летим то мы добавляем force вперед если мы сейчас летим то мы добавляем нашему мотоциклу вращение в общем то давайте посмотрим что у нас получается и также не забудем переместить нужные переменные на наш скрипт делаем вот таким вот способом также изменим нашу силу и вращение и посмотрим что у нас получается а получается у нас что то странное если честно как будто в наш мотоцикл селился без так что давайте это исправим а исправляется это очень легко добавлением таких перемен как max speed и max вращение тем самым мы как бы ограничим нашу скорость и вращение тут мы просто сделаем проверки в нашем основном блоке и сделаем это вот таким вот образом то есть если наша скорость по иксу то есть вправо меньше чем max speed то мы можем добавить к нашу ну к мотоциклу скорость иначе мы не сможем и то же самое мы делаем с вращением и получается что то вот такое вот получается теперь у нас все должно работать нормально так что не забываем указать у физики нашего мотоцикла collagen detection continuous чтобы мотоцикл случайно не провалился сквозь платформы и смотрим что у нас получается и у нас теперь все работает но единственное что у нас это нету проигрыша теперь создаем дочерний объект у нашего мотоцикла назовем его очень понятно ну так и назовем его для проигрыша и что как бы дальше а дальше мы на этом объекте добавим новый компонент это будет box collider 2d отредактируем его немножечко вот так вот и создаем новый скрипт для проигрыша и погнали его редактировать в общем то все здесь удаляем и добавляем новую функцию функция называется on trigger enter 2d она вызывается тогда когда в коллайдер что-то попадает и что нам еще нужно сделать чтобы эта функция работала нам нужно поставить галочку на нашем коллайдере 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 триггер короче да чтоб наш коллайдер стал нематериальным но зато будет работать как бы эта функция то есть когда в наш коллайдер попадает другой коллайдер то срабатывает наша функция так же коллайдер не будет работать без физики так что добавляем rigidbody 2d и в body type мы указываем kinematic чтобы наш коллайдер не падал вниз чтобы он стоял на месте в общем то что дальше дальше мы пишем проверку на то что попавшийся коллайдер это не коллайдер игрока потому что такое может случайно случиться так что лучше ну это предостеречь так же объявляем переменную public move то есть сюда мы перетащим наш скрипт движение и так же объявляем public game object restart и сюда мы перетащим потом кнопку рестарта в общем то что дальше дальше мы говорим то что скрипт что у нас он отключается и что кнопка restart у нас становится активной то есть включаем кнопку рестарта а далее мы создаем саму кнопку вот таким образом и вместе с ней создается уже автоматический интерфейс и event system которая отвечает за нажатие в общем то теперь давайте перекинем картинку с ну кнопки в наш проект и перетащим эту картинку на компонент image где находится у нас кнопка и посмотрим что у нас получается а получается у нас нечто странное во первых удалим текст у нашей кнопки и восстановим рек трансом то есть сделаем по умолчанию настройки переместим кнопку вниз и привяжем нашу кнопку к низу к низу чтобы при изменении разрешение она оставалась внизу и что дальше а дальше мы возьмем наш объект для проигрыша и добавим там скрипт game over вот отлично он у нас добавился и перетаскиваем кнопку restart сюда и наш объект со скриптом тоже и у нас автоматически перетащился туда сам скрипт вот он и собственно говоря давайте посмотрим что у нас получается единственное что мы забыли отключить кнопку так что давайте сейчас это сделаем и попробуем проиграть попробуем давайте бац и она у нас появляется теперь нужно чтобы она еще и работала эта проблема решается в 3 строчки в общем то мы должны написать новый метод это это будет restart и что дальше дальше мы должны добавить новую директиву это будет unity engine точка сцен менеджмент и что дальше дальше мы обращаемся теперь к сцен менеджеру и просим у него загрузить новую сцену и говорим что эта сцена будет ноль потому что у нас одна сцена в игре соответственно у нее будет понятно что ноль индекс также не забываем у метода сделать паблик чтобы его можно было найти в юнке и как бы теперь теперь мы переходим к кнопке и нажимаем здесь плюсик и перетаскиваем наш объект сюда вот и здесь мы выбираем компонент game over и здесь метод restart соответственно что получается что при нажатии на эту кнопку у нас будет вызываться вот этот метод в общем то давайте отключим эту кнопку чтобы она у нас не сразу была и проверим что у нас получается пробуем нажать и это работает и в принципе основа уже готова ну я думаю что вы кое-что все равно не поняли но это все потому что я так офигенно рассказываю но ладно уж извините меня пожалуйста но что дальше мы дальше изменим бэкграунд это изменяется в камере я думаю что что так будет более красивее ну в общем то я тут немножечко поработал и кое-что получилось сейчас я вам все это покажу и расскажу как сделать что что это что это что это Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, короче, не забывайте Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok